В документах этот вид работ называется поэтажная замена стояков электрических магистралей и замена общедомового освещения. Что это означает, рассказывает представитель подрядной организации, на примере дома номер 67 по улице Школьной. Разводка, стояки, замена стояков полностью и разводка на всяком случае. Он как раз погас по и загорелся, то есть я сделал движение и датчик движения сработал. Да, все верно. То же самое, все плафоны поменены со всей разводкой, с подводкой к плафонам. Ну и, соответственно, самые современные технологии и энергосбережение самое главное. То есть пока в подъезде никого нет, свет не горит. Как только мы сейчас зашли, сделал легкое движение рукой, свет загорелся. Да, мы сейчас немножко постоим, он сразу потухнет, горит какое-то определенное время. А вот по соседству на Школьной 62 работы еще только идут. Учитывая, что этому дому более 50 лет, электрические провода выработали свой ресурс. Кроме того, старые коммуникации не рассчитаны на то количество приборов, которые сегодня используются в любой квартире. Нареканий много поступало от жителей из-за того, что перегорают лампочки, выключаются обогревательные приборы, не выдерживают нагрузки. Много где уже проводка подгорела и просто кинута свежими, ненужными. Ну, напутано очень много. Самая главная проблема – это вывод проводов из подвала, где находится основной источник питания. Электрик показывает, что в центральном проходе, через который провода должны подниматься далее, попросту нет места. Интернет, это телевидение, телевидение одно, второе, третье. Наш здесь проход, который здесь для нас предназначен, он забит посторонними проводами. Поэтому получается, что надо долбить рядом. Рабочие стараются сделать все, чтобы не повредить телевизионные и интернет кабели. В домах, где проблем с протяжкой проводов нет, работа обычно заканчивается в течение двух недель. Если же проходы забиты, то может затянуться и на месяц. По этажам свои провода брошены, приходится этаж за этажом. Не так, как линию взял, выдернул все и заменил, а приходится с этажа на этаж прыгать, переходить, переходить, переходить. Итогом будет не только замена проводки, но и новое освещение в местах общего пользования. Если в подъездах датчики реагируют на движение, то фонари входных групп на недостаток света. Когда опустятся сумерки, они зажгутся автоматически. Работы планируется закончить ко второй половине ноября. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова